здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами на канале алена и я и сегодня у нас вот такая тема как стать женской женственной у нас мы попробуем разобраться в этом непростом вопросе и алена начинаем ну вообще очень классный вопрос мне очень нравится потому что но мы женщины и если мы теряем нашу женственность нам чего-то не хватает жизни на самом деле нам просто труднее жить и мы четыре пункта со света определили таких вот главных которые необходимы чтобы стать женственной женщиной и первое чтобы я хотела сказать это нам необходимо принять свою красоту и я как модельер причастны индустрии моды красоты и всех вот этих реклам я хочу попросить у вас прощения дорогие женщины за вот эту всю которую я на самом деле когда делала эту рекламу которая вас обманывает и комплексы навязывает на самом деле как эксперт в области женской красоты а я одела тысячи женщин я вам хочу сказать что некрасивых женщин просто не бывает если вы придете в сад и посмотрите на цветы один пион другой роза третий ландыш ты пиалка нарцисс кто прекрасней какой цветок прекрасно никто не знает они все прекрасные также мы женщины это не от веса зависит не от каких-то сантиметров не не от наличия вот там целлюлит это все ерунда и даже не от возраста потому что бутон розы или зрелая роза кто прекрасней от чего это зависит самое главное понимаешь мы живем мы живем в мире стереотипов которые навязываются средства массовой информации и девушки молоденькие у которых еще сознание не устоялось они себя меряют вот по отношению к этим эталоном и видя свое несоответствие они начинают переживать и это служит могут быть очень такие серьезные последствия от этих переживаний и мальчики которые тоже да девочки хотят понравиться мальчикам цветочки хотят понравиться мальчикам у них тоже есть какие-то свои талоны хотя хотя несмотря на то что сегодня в общем-то эталоны худых женщин вот я разговариваю с мужчинами понимаешь смотреть хорошо на худых женщин а когда женщины более плотные то их приятно трогать и тут есть понимаешь вот такие вот моменты знаешь которые ты права абсолютно да что все прекрасны все прекрасно и удивительно есть такая уж ясная пословица что мужчины только говорят что им нравится сухое вино и худые женщины на самом деле любят красное вино и пухленьких женщин и это я глубоко убеждена что в сердце каждого мужчина есть что-то такое вот он вот кому-то нужна фиалка а кому-то нужен пион и вот он когда ее увидит он ему плевать что сколько она весит что про нее говорят главное чтобы она светила для него и вот это вот принять свою красоту это первый первое самое важное условие просто принять мы все получили раны в этой области или через рекламу или может быть ваш отец что-то сказал или кто-то вот какой-нибудь первый молодой человек что-то такое сказал или подружка что-то сказала и это рано может быть внутри и ты как бы отвергаешь эту свою женственность отвергаешь но просто забудь об этом ты прекрасна ты женщина и об этом все мы другие мысль мы просто молоденькие девочки они все такие хорошенькие понимаешь просто потому что они молодые они такие свеженькие ты знаешь что ты сказала ключевую фразу светить да светить и вот действительно вот это сияние вот это свечение откуда оно происходит это сияние происходит изнутри да важно как какое наполнение у человека а наполнение человека оно напрямую связано с тем как он мыслит наша мысль она материальна поэтому если мы находимся в негативе если мы находимся в негативных мыслях ой я такая некрасивая меня никто замуж не возьмет кому я такая нужна сразу на лице отпечаток всего этого и нету свечения а вы видели как меняется лицо женщин когда они сплетничают например или завидуют моментально красота исчезает причем это может быть супер красавица но в момент вот сам там какой-то вот такой вот плохой эмоции лицо сразу некрасивым нет плохие эмоции а не моментальны на лице открывание то есть позитивное мысление это второй наш пункт что надо культивировать позитивное мышления что культивация культивация сажать и пествовать то что раньше не росла там то есть это действительно ты можешь сказать ой а где взять это позитивный муш pony мы можем потом если вам интересно задайте нам вопрос мы поговорим подробнее как культивировать но я вам хочу сказать серьезно этим займитесь. Позитивное мышление можно вырастить. И это настолько освежает вашу красоту. То есть это буквально вот это внутреннее сияние созидает. Когда глаза блестят. Как хотят вас красивым. И я вам хочу сказать, что для мужчин нет ничего прекраснее, чем счастливая, сияющая женщина. И не важно её сантиметры или возраст. Абсолютно. А важно вот это вот свечение, которое... Потому что, понимаете, когда рядом счастливая, сияющая женщина, это послание для мужчины, что всё хорошо. Чтобы он состоялся. Он чувствует себя успешным мужчином. Вы понимаете, он может там заработать кучу денег и быть успешным по работе. Но если рядом брюжит женщина недовольная, у него будет вот это чувство ненавидотворения всё равно. Потому что самое главное для него вот этот женский смех, радость. Ну так нас... Так нас Бог сотворил. Вот такая вот такие... Ты знаешь, это... Я на одном тренинге была произнесена такая фраза, что мужчина это сосуд, да, который определяет границы. А женщина это содержание, которое наполняет этот сосуд. То есть, например... Это интересно, да. Очень-очень здорово, понимаешь? Причём, например, один и тот же мужчина, один и тот же сосуд с разными женщинами будет с разным содержанием, понимаешь? Будет совершенно другая жизнь. Поэтому нам очень важно быть хорошим наполнением, да, для этого сосуда. И для этого нужно хорошее настроение и внутреннее сияние. Внутреннее сияние происходит от очень простых вещей. Внутреннее сияние происходит от маленьких радостей и маленьких успехов, да. Если мы что-то сделали... Причём это внутренняя гармония. Вот ты сидишь, например, и пишешь картину, да. Ой, это настолько наполняет меня. Это настолько наполняет. И потом, когда ты... Вот и пишешь, да. И это процесс, процесс, процесс. И вдруг закончила, и всё. Вот это состояние пришло. На самом деле есть люди, которые вообще никогда в жизни к этому состоянию не приходили, понимаешь? Ну вот в особенности в странах бывшего СНГ очень сильно развит вещизм, да. Люди смотрят, как ты одет, на тебе фирменная вещь или не фирменная. И это немножко опускает уровень притязаний на уровень вещей, да. А на самом деле есть уровень духовный, который совершенно другой. И многие люди вообще до него никогда в жизни не доходят. Понимаешь, они проживают всю свою жизнь, никогда не дойдя до состояния вот этой эйфории, светящихся глаз и какого-то вообще совершеннейшего другого состояния. Но я думаю, очень важно понять, что доставляет тебе радость и удовольствие. То есть просто прислушаться к своему сердцу и для кого-то, может быть, это петь, для кого-то танцевать, для того-то прогулка по лесу, уделять этому время и давать себе право вот на это время особенно и позитивно, вот проводить его позитивно. Для кого-то это сад, и это действительно питает очень, для кого-то это возиться там с детьми тоже, ну вот я сейчас только что вернулась с океана, мы там провели время с нашим двухлетним внуком, я настолько заряжённая приехала, где мы устали, он такой маленький, вот эти волны, это всё он любит. Но это так заряжает, и это надо просто принимать. Есть своя, ну понимаете, в любом деле есть позитивная часть, и есть часть такая, потому что он долго не мог уснуть, мы не выспали, ну там были свои нюансы. Но зачем на них смотреть, когда намного больше, то есть твой стакан должен быть наполовину полный, а не наполовину пустой. Это очень важно, вот эту вот сдвинуть точку зрения, и тогда это будет наполнять тебя, а не опустошать. Да, и мы отсюда совершенно логическим образом приходим к тому, что для вот этого наполнения нужен ещё некоторый уход за собой, да. То есть нужно себе делать приятно, нужно себе делать приятно, нужно стараться за собой ухаживать, и там причесочку, и макияжик, и это самое, и хорошо покушать, и съесть и пирожное тоже, да, чтобы было приятно. За садом надо ухаживать, в разных, то есть сад сам не растёт, его возделывают. И вот физическая часть красоты, ну так как я модельер профессиональный, я хочу вам сказать, дорогие мои, что, например, правильно подобрать цвета свои, это очень важно. Мудрая женщина уже понимает, можно до 25-27 лет носить любые цвета, свежая кожа, это всё прекрасно, но после уже стоит понять, какие цвета тебе к лицу, какие нет, какая форма одежды тебя красит, а какая, может быть, тебя и не красит. И это не вопрос моды, это вопрос, одежда должна была чистая, аккуратная, ты можешь себе позволить... Нет, она подходит тебе или не подходит, да? Да, 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 абсолютно. Какого типа украшения тебе идут, а какие не идут. То есть очень надо быть мудрыми и понимать, не идти за модой, вот как слепой, вот все болотные цветы в моде, фисташковые, и мы все оденемся в него. Меня, например, он убивает сразу, наповал просто, кожа становится жуткого цвета, и это я не буду носить, типа, ни под любым, ну, я могу только с розовым носить вместе, понимаете? Я знаю уже свою кожу, и это очень важно понять, разобраться в этом. И также уход там за кожей, макияж, здоровое питание. Может быть, когда-нибудь Светлана поделится с нами, я думаю, что у тебя... Здорово. Вкусно, да, здорово, не знаю. Вкусно, да. Я считаю, что это очень важно. Нам не есть гадость, просто не есть гадость. А что такое гадость? Гадость это что? То, что в магазине... Гадость, например, майонез из магазина, они органические, это гадость. Его даже микробы не едят. Он может стоять в холодильнике годами, и он не испортится. Это, между прочим, подозрительно, понимаете? Не стойко. Знаешь что, в этом магазине майонеза вообще ничего нет. Я видела, как делают майонез. Там всего-навсего яйцо, горчица, и масло оливковое, и всё. И ещё всякие эмульгаторы, и эти самые, как их называют, которые сохраняют консерванты, потому что год продукт стоит. Я забыла банку майонеза в холодильнике, он у меня через год не испортился. Есть органические сейчас уже майонезы, этим можно пользоваться, сюда просто это не кладут. Они портятся быстрее. То есть это есть какие-то... Мы можем об этом потом поговорить. Девочки, задавайте вопросы. Если вы не будете задавать вопросы, мы просто не сможем поговорить. Если вам это интересно. Да, конечно, мы, конечно, хотели бы обратиться к нашей аудитории, чтобы вот из того, что мы перечисляем, то есть мы не претендуем на то, что вы так придумали тему, на которой нам разговаривать, но хотя бы если мы что-то затрагиваем, такое, то, что вас будоражит, и это интересно, напишите в комментариях, и мы с удовольствием эту тему разобьём, и с удовольствием на неё поговорим. Ну, хорошо. А вот я вот думаю, может быть нашим зрителям нужно задать некоторое домашнее задание, чтобы они подумали на некоторую тему. Да, сад нашей красоты. Мы его должны возделать. Это вот как бы... Это то, что растёт, развивается, и знаете, чего я больше всего опасаюсь, боюсь, когда женщина смотрит на рекламу или смотрит на других женщин, говорит, ой, я не такая худенькая или не такая спортивная, и ставит на себе крест. Ну, типа, всё, мне там 40 лет, 45 лет, 60 лет, и я уже как бы не забочусь. И в результате сад перестаёт возделываться. А когда он перестаёт возделываться, он хереет, и, естественно, уже красоты в нём такой нет. Поэтому, девочки, возделайте свой сад. Красота не имеет ни времени, ни веса. Это нечто другое. И ваша красота важна. Она важна для мужчин, которые рядом, которые вокруг. Это ценность во Вселенной. И, кроме того, не позволяйте свой сад вытаптывать. И это, наверное, вот вопрос, который мы хотели задать вам, о том, что не должна терпеть женщина. Вот попробуйте ответить. Мы имеем в виду, если женщина находится вместе с мужчиной, то ли они вместе живут, то ли это семья, есть какие-то вещи, которые женщина не должна терпеть. То есть она должна на этом деле заканчивать отношения. Потому что лучше не будет, будет только хуже. Мы понимаем. И мы хотели бы обратиться к аудитории, чтобы нам перечислили те вещи, которые терпеть нельзя. Я хотела бы вернуться к нашим четырём пунктам. Ты знаешь, я вот сижу, слушаю, как мы это всё обсуждаем. И они у нас здесь выстроены линейно. Мы говорим, нужно принять свою красоту, нужно позитивно мыслить, нужно, чтобы было внутреннее свечение и нужно ухаживать за собой. Но если разобраться так, то на самом деле это получается такая окружность. И все вещи друг с другом связаны. Потому что это всё единое целое. Это именно то, что в гармонии делает нас такими женственными, такими привлекательными. Абсолютно точно. Ты очень точно выразилась. Это даже, мне кажется, как спираль. То есть это ещё восходящая такая окружность. Да, потому что это же не заканчивается. Ты чего-то добился. Да, совершенно верно. Да, да. Это очень здорово. И мы желаем всем нашим зрительницам принять это на вооружение и быть совершенно неотразимыми, женственными, любимыми. Да. И востребованными. Вы красавицы же с вами. Это так здорово. Потому что мы женщины. Конечно, конечно. Спасибо, пока. Пока, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok